дорогие друзья всем привет еще раз в очередной раз настало время поговорить о тех видео которые принесли мне определенную популярность на ютюбе дзенни это видео про мошенников с которыми я общался и выводил их на чистую воду так вот именно эти видео да и собственно стали достаточно такими просмотровыми драйвовыми которые привлекли привлекли определенное количество зрителей подписчиков и комментаторов на разные платформы и разные собственно площадки и каналы да канал везде один и тот же это всегда застрахован 24.rf и я евгений бельский основная тематика этого канала это страхование и изначально этот канал создавался именно для этого чтобы продвигать таким знаете на собственным способом в лайт режиме вообще все продукты страхования в целом да то есть проводить некую такую пропаганду среди населения на предмет того чтобы многие жители и граждане российской федерации обращали на страхование пристальное внимание больше интересовались и все таки если это обязательное страхование то оно должно быть оформлено по закону если это добровольно и оно необходимо для того или иного человека то это бы покупалась и продавалась с минимальным количеством возражений как это было например во времена советского союза да и в связи с этим этот канал и на ютюбе застрахован 24.rf с евгением бельским и на дзене и на рутюбе эти все каналы были созданы специально для того чтобы рекламировать собственно страхование не отдельно взятую компанию которая занимается теми или иными видами страхования не отдельно взятого брокера страхового который занимается теми или иными видами а именно продвижение и популяризация страхования среди населения да то есть и здесь как раз таки на этих каналах об этом и были первые видео были первые разговоры на тему того как открыть например свой собственный офис не выходя из дома как оформлять страховки достаточно с лояльными ценами без каких-то допов без каких-то нагрузок сверху чтобы каждому гражданину российской федерации страхование было доступно это самое важное потому что есть регионы были регионы да сейчас такие же тоже остаются в которых достаточно сложно оформить элементарные обязательные полис осаго и вот именно с этой идеей и формировались все эти каналы да то есть с параллельно вместе с сайтом основным застрахован 24.rf на котором собственно любой любой физическое лицо может оформить любой страховой полис который нужен да и это будет официальный полис той или иной страховой компании и этот полис можно легко будет проверить на всех сайтах в том числе и на сайте страховой компании и подтвердить подлинность этого полиса и в связи с этим мы платформу создали сайт основной сделали каналы запустили и пошла история с мошенниками какая история то есть как раз наверное в 2017 2018 году были первые такие шаги в направлении вот этих вот мошеннических звонков до с соседнего государства все мы прекрасно об этом знаем кто звонит да какие города звонит какой акцент звонит и у нас как раз таки был с ними разного рода диалог они прям как-то вот носили на мой номер телефона я так предполагаю что утечка контактных данных было гораздо раньше там 15 16 17 год потому что данные устаревшие по мне были которые мне называли операторы колл-центра то есть они мне говорили что я работаю в определенной компании в которой я уже не работал ну и так далее то есть это навело на мысли что они знают обо мне всю информацию касаемо там 15 16 ну максимум 17 года дальше у них этой информации нет и эта информация старая но они как-то пользуются и собственно что происходило дальше а дальше они мне звонили звонили под разным предлогом с разными вопросами и с красными с разными разводками и самые наверное на популярные на тот момент видео были относительно таких длинных разговоров о том что я ничего не понимаю я прикидывался дурачком они долго мне пытались объяснить что они сотрудники банка и они собственно пришли мне на помощь чтобы спасти мои деньги перевести их на безопасный счет они ничего не крадут в общем но это было понятно сразу что это мошенники почему я с ними говорил потому что вот есть комментаторы которые пишут под разными этими популярными видео разные комментарии говорят не надо разговаривать бросайте сразу трубки не ведите дальше никаких диалогов с мошенниками во первых давайте поговорим на тему того что а кто решил что это мошенники да вот как их понять с первых слов да вот там есть там комментаторы которые говорят надо там незнакомые номера не брать. Ну вот, например, я работаю в сфере продаж. Я занимаюсь страхованием профессионально уже 15 лет. И если я отключу такую возможность брать, точнее, не брать, а номера телефонов, которые у меня не записаны в телефонной книжке, то я просто, по сути, потеряю определённое количество клиентов, определённое количество денег. Мне никто не платит зарплату, а все деньги я получаю вот именно с продаж страховых продуктов. Поэтому, отключая входящие звонки с незнакомых номеров, я просто теряю доход. Поэтому, естественно, я все входящие номера, знакомые, незнакомые, я всегда беру, всегда на них отвечаю. И более того, у нас в России, как мы знаем, только суд может решать, кто у нас мошенник. Есть же презумпция невиновности до суда. Вот суд решит, что человек мошенник, вот, собственно, и мы будем говорить, что он мошенник. Пока это только подозрения, предположения, размышления, фантазии и так далее, основанные на каком-то нашем личном опыте. И вот, когда первые разы мне звонили мошенники, там были абсолютно интересные моменты, были, безусловно, популярные такие заходы там с просьбой сообщить свой УНК, например, да, уникальный номер клиента, который есть там в определенных банках у каждого клиента, он является сразу же автоматически логином для доступа в кабинет клиента. Это мы тоже все прекрасно понимаем, все знаем, что этого никогда нельзя сообщать никому. Но при этом, при всем, люди умудрялись, даже среди моего большого круга знакомых, умудрялись, которые, честно говоря, в состоянии, наверное, эмоциональном, попадались на эту удочку и становились вот как раз-таки жертвами вот этих разводок. И как раз-таки, когда я записывал эти видео, получалось так, что мы всегда были с моей супругой рядом, она брала телефон и начинала просто меня снимать. Потому что я видел, что идет звонок с незнакомого мне номера, и когда эти звонки происходили в определенное время, в определенные дни, из определенных кодов, да, начало, там, номер телефона, ты уже начинаешь понимать, что это все-таки одна и та же направленная составляющая, которая хочет поиметь твои деньги и поиметь тебя с твоими деньгами. И ты ведешь дальше диалог, и ведешь дальше диалог на предмет того, что ты пытаешься понять, в чем суть разводки, чтобы хотя бы своему окружению, хотя бы своим друзьям рассказать это и показать, и вооружить для того, чтобы они перестали быть жертвами в данных ситуациях и вестись на эти все разводки, да. И вот это была цель моя номер один, задержать как можно больше времени на себя того или иного подозреваемого в мошеннических действиях человека, который меня пытается на что-то развести, тем самым забрать у него вот это рабочее время, чтобы он не смог развести кого-то другого, и тем самым выяснить, в чем смысл этой разводки, чтобы донести эту информацию до всех своих близких, друзей и знакомых. Ну и эти ролики, собственно, стали определенными популярными роликами на Ютьюбе, в Дзене, Рутуб, ВКонтакте и так далее. Кстати, ВКонтакте не так сильно зашли эти темы мошеннические, а вот, кстати, сначала Дзен залетел, потом после Дзена залетел Ютьюб, и 6-7 тысяч подписчиков для меня это уже фантастический результат, но когда ты смотришь на просмотры, количество просмотров переваливает миллионы, это вообще офигенно, это вообще круто, и ты, конечно, понимаешь, что ты не зря это все делаешь, потому что люди тебя смотрят, и люди комментируют, люди обсуждают, люди друг с другом ведут диалог под твоим видео, которое ты сделал. И именно в этом была цель, именно в этом была цель, чтобы, во-первых, оповестить всех друзей, всех близких, всех родственников в том, что это подозреваемые мной мошеннические действия тех или иных людей, из тех или иных городов, из тех или иных стран. При этом, при всем, я вам могу сказать, что вот есть, например, те люди, которые комментируют, да, постоянно комментируют вот именно такие ролики, да, где мошенников выводят на чистую воду, и есть люди, которые говорят, что вот, это только там история там из мест не столь отдаленных, там, когда-то там оттуда звонили, там, и так далее. Но это я вам хочу сказать, что это история общемировая. Во всём мире существуют телефонные мошенники, не только у нас в России. Это везде, это во всём мире. Если вы посмотрите новости всего мира, то вы узнаете, что телефонные мошенники есть и в США, есть и в Германии, есть и у нас, к сожалению. И они находятся, эти колл-центры, которые не только... Ну, вот сейчас, да, плодотворная земля – это вот наш сосед, с которыми сейчас идёт вот эта специальная военная операция, да. Да, там сейчас действительно самое большое количество колл-центров, причём они нацелены именно на русскоговорящих клиентов, которых пытаются же русскоговорящие на колл-центры развести, да. И вот именно на это всё и ставка сделана. Ну, и возвращаясь к аналитике, немножко по тем видео, которые были популярны и остаются популярны на нашем канале «Застрахован24.рф» с Евгением Бельским – это коротенькое видео на Ютюбе, которое собрало тысячу двести восемь... Ой, тысячу, какую тысячу? Миллион двести восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь просмотров. И продолжает, кстати, набирать. Это самый быстрый развод мошенников лжесотрудники банка. В этом видео Татьяна Владимировна, моя супруга, коротко и ясно даёт понять вот этим людям, которые подозреваются в мошеннических действиях, что с ней эта история не пройдёт. И так и получается, не проходит. Очень быстро мошенник сдался и соскочил. То есть ушёл искать других людей. На втором месте самое популярное видео. Вот я, так скажем, быстрый такой рейтинг небольшой вам проведу. Вот это если брать Ютюб, то на Ютюбе у нас вот такой рейтинг. То есть на первом месте сорокасекундный ролик с миллионом триста тысяч просмотров, где у нас Татьяна Владимировна вещает. Дальше на втором месте Евгений Сергеевич и я собственной персоной. Ролик называется «Новейшая схема развода мошенников. Теперь они из налоговой». Этот у нас ролик собрал больше шестьсот четырнадцати тысяч просмотров. И продолжает, кстати, набирать. Он в топе, в топе просмотров на моём канале. Дальше третий идёт ролик «Мошенники-роботы». Это отдельная история. Ролик небольшой, сорок шесть секунд, но он очень популярен. Собрал почти полмиллиона просмотров. Дальше идут «Долбанные мошенники». Уже и на громкую связь нельзя с ними переключиться. Тоже популярный ролик. Четыреста тысяч просмотров идёт в топ. И мой любимый, мой любимый, где я говорю с мошенниками долго, это люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. И тут очень интересно. И, собственно, этот ролик называется «Срочно суперновейшая схема развода мошенников». 250 тысяч просмотров и продолжает набирать популярность. Ну, ещё есть хороший ролик, как я прямо в Минске на новогодние праздники, в момент звонка, обедаю, и мне не дают пообедать, а я не могу им отказать в разговоре. Вот такой вот ролик, коротенький, но также почти 350 тысяч просмотров. Это YouTube. Но YouTube у нас замедляется, поэтому не все сейчас могут смотреть YouTube на телевизорах, на больших экранах. И это, честно говоря, напрягает. Поэтому я перешёл на наши российские площадки, на наши российские сайты. Всё замечательно летает, работает. Рутуб просто радует глаз. Все любимые сериалы, фильмы, каналы, всё, что хочешь, можно посмотреть на Рутубе. Не увидел я абсолютно никакой разницы в сравнении с YouTube, потому что я особо времени много там не зависал, но для меня как бы видео есть, контент есть, есть. Всё, он бесплатный, бесплатный, он интересный, интересный. Что там, что там, он есть, и он работает. То есть, качество замечательное, всё прекрасно. В общем, это аналитика по YouTube. Есть у нас ещё аналитика по Дзену. Кстати, Дзен, канал застрахован 24.RF на Дзене, он был самым первым популярным. Он открыл, так сказать, вот эти вот двери в мир звонков с вот этими людьми, которые пытаются нас развести на деньги. Вот. И тут такая же ситуация. В принципе, рейтинг, хотя немножко отличается. Значит, первое место также большое видео, популярное, там, просмотров в 298 часов. Представляете? То есть, больше 300 тысяч, ролик длинный, 12 минут. И он называется «Новый развод телефонных мошенников». На Дзене, кстати, самое популярное видео у меня на канале. Дальше второе место идёт «Развод телефонных мошенников просят сказать ОНК». Это уникальный номер клиента. И тоже видео интересное. Дальше у нас есть видео, в котором 17 минут я говорю об разводе мошенников ВКонтакте. Да. Тоже большое количество просмотров и достаточно неплохой контент. И когда акцент мошенников Лжебанка зашкаливает. Вот отличается, да, пятёрка видосов, которые смотрят на Ютюбе и пятёрка видосов, которые смотрят на Дзене. А я вам скажу, почему отличается. Была разная аудитория. И разный возраст, разный, собственно, пол мужчин и женщины, разные регионы, в общем, по приложениям, разные гаджеты, с которых смотрят. В общем, здесь нужно в этом разбираться. Но, в принципе, тема, тема вот эта, которая была раньше популярна со звонками из разных-разных подменных структур, так называемых, по факту люди там не работали, да, то есть она прекращает свою жизнь именно у меня. Почему? Потому что мне перестали звонить эти люди. Я не знаю, по какой причине. Возможно, мой номер телефона попал в чёрные списки мошенников, и они просто меня удалили из всех своих купленных баз, которые они где-то нашли, да, там, купили, своровали, украли и так далее. То есть меня уже в этом списке нет. Либо я просто сразу сходу им говорю, что мне некогда, я занят, и я, собственно, занимаюсь тем, что я работаю в страховании. И если они хотят со мной поговорить на эту тему, то лучше им поговорить со мной про страхование. Я их посылаю мягко, буквально сразу. Если время покажет, что вам интересно смотреть эти ролики, и вот сейчас этот большой видос я сделаю, смонтирую и вам расскажу всё, да, почему появились эти видео, почему, собственно, да, у меня такой вот, такая сборная солянка на канале и готовка, и страхование, и мошенники. Ну вот постепенно вам буду рассказывать, и если кому-то не нравится эта история, то с ней можем что-то сделать. Подстроиться, создать плейлисты на каждом канале, разместить все видео по папочкам, чтобы было всем интересно проваливаться в тему мошенников, или в тему страхования, или в тему готовки, или в тему путешествий и всего интересного остального. Но главное, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, и будет интересно, я вас уверяю. Двигаемся дальше, снимаем тот контент, который нам нравится. Смотрим, комментируем, лайкаем. Всем пока!